Не зря пройдут летние каникулы и для школьников областного центра. Правда, в отличие от губкинских сверстников, герои нашего следующего сюжета предпочли самостоятельный путь, минуя центры занятости. Хотя путь их был тернист и требовал немалой инициативы и находчивости. О своих начинаниях, рисках, первых успехах и планах они рассказали нашему корреспонденту Юлии Олейниковой. Прибыльное то дело, которое начинаешь сам, решили Илья и Владимир. И после седьмого класса открыли свой маленький бизнес. Три года назад они дали возможность каждому белгородцу во всеуслышание заявить о любви к своему городу. Нас посетила идея продвигать патриотизм в нашем городе и привлечь внимание к нашему городу, Белгороду. Макет патриотичной надписи сделали на компьютере, затем отнесли его в типографию, а оттуда готовые футболки, сумки и кружки в один из магазинов одежды Белгорода. Здесь сошлись на выгодных условиях. Арендаторам школьники отдают 10%. Продавали сувенирку в 10 точках города. Время подсказало, что пора задействовать интернет. У нас были такие моменты, когда продажи просто прекращались. И нам в этом помогали наши маркетинговые ходы. Мы делали акции, выходили на улицы с флайерами. И потом продажи снова-снова шли в гору. Могу сказать такую тайну. У нас бум-продаж обычно бывает в декабре. А также мы всегда обязательно выходим с палаткой на 5 августа, потому что это день нашего города, города Белгорода. По словам ребят, их родители позитивно относятся к такому практичному увлечению. Кстати, стартовый капитал на первые три футболки школьники получили как раз из семейного бюджета. Потом по-честному вернули. И на второе собственное дело им уже не потребовались займы. Мы вернемся через полчаса, не переживайте. Спасибо огромное. Хорошо, вам спасибо. Спустя год после продаж футболок, сумок и кружек школьники решают заняться выгулом собак. Я не нашел ни одного выгульщика, ни одной компании по выгулу собак в Белгороде. На тот момент, когда мы начали этим заниматься, мы посчитали, что это открытая ниша. И без промедления презентовали свой проект в одной из кофеин Белгорода. Люди, желающие выгуливать четвероногих, нашлись сами. Причем не только из школьной среды. Клиенты тоже не заставили себя ждать. Просто надо было уезжать, и неудобно было его выгуливать моей маме. Поэтому мы решили воспользоваться таким услугой. Очень удобно и стоит недорого, в принципе. Если выгуливается собака за 100 рублей за полчаса выгул, ну стандартный, и каждый день надо выгуливать два раза в день, выходит 200 рублей в день, 30 дней, ну примерно в 6 тысяч где-то, да? А можно заключить контракт на месяц. Там можно сэкономить рублей 600 или 1000 где-то так. При заключении контракта на день рождения пса можно получить подарок. По словам ребят, почти все вырученные средства уходят на рекламу. Они активно сотрудничают со многими зоомагазинами и совершенствуют связь между хозяевами животных и выгульщиками. В перспективе собираются разработать мобильное приложение, чтобы выгул можно было заказать в один клик через интернет. Сейчас мы пытаемся внедрить новую услугу, она называется патронарш. Мы договоримся с клиентом о том, чтобы в его отсутствии мы следили за собакой. То есть приходили к нему домой, убирались за собакой, кормили ее. Илья и Владимир с легкостью совмещают такую подработку с учебой. И здесь деньги скорее на втором плане. Они в выигрыше уже от того, что помогают другим. Однако признались, что уже накопили на отдых. Не в их привычках проводить время впустую. А потому поездка в Европу в середине лета обещает быть не столько туристической, сколько деловой. Это будет вечеринка для русскоязычного населения. Сейчас идет работа с клубами Праги. Списываемся с ними на чешском. Нам переводят наши друзья, которые там живут. Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Делали вечеринки в Строителе, в Губкине, в Старом Осколе. Хотим постоянно выходить на новый уровень. Постоянно растем. И хотим делать все больше и больше. Впереди последний год учебы в школе. Но с выбором профессии Илья и Владимир уже определились. Свою жизнь ребята собираются посвятить тому, что у них лучше всего получается. Организовать праздники и заниматься менеджментом и продюсированием. В 16 лет они уже имеют собственный сайт, через который активно продвигают свои услуги. Юлия Оленикова, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогорья.